Что может быть интереснее в театре, чем само за кулисье, где творится порой что-то невероятное? Шум за сценой – самая известная и популярная комедия Майкла Фрейна, которая с огромным успехом прошла по всему миру, теперь и в театре молодежи. Пьеса адаптирована на современный лад, действие происходит в наше время. Действие идет на сцене, и также действие идет за кулисами. То есть одновременно мы играем два спектакля. Один играем на зрителя, другой играем лицом в стену. И мы там не ходим с бумажками, читаем текст, мы играем там в спектакль. Это получается само собой, просто по-другому невозможно. Тонкий английский юмор по-русски. В этой искрометной комедии драматург помещает театр в театр, сплетая судьбы актеров и их персонажей, доводя действие спектакля до комического абсурда. Шесть часов до премьеры, ну что нам собрать спектакль остается там? Всего ничего. Мы поднапряжемся туда-сюда. Актеры говорят, а как же, мы даже не знаем, где кто стоит. Ничего, все нормально, все успеем. Вот так мы в такой же ситуации находимся. Все успеем, все сделаем. Декорация появилась в последний момент. Ну что ж, придется ее осваивать, и эту декорацию приходится. Тяжело, конечно. Неприлично совпадает. Параллельно театр готовит сразу несколько постановок. В этом году будет показано 9 премьер. Две уже выпущены из Сан-Ландии и спасти камер юнкера Пушкина. Остальные готовятся. В том числе спектакль режиссера Лидии Василенко «Алиса в стране чудес», премьера которого состоится 10 мая. Такое число премьер обусловлено влиянием времени. Сегодня театры немного в другом находятся положении, и я говорил уже об этом. Мой педагог, который преподавал у меня в Москве, когда я обучался, известный вам человек, директор одного из больших крупных театров в городе Москва, он сказал, что, уважаемые директора, сегодня, если спектакль у вас не продается, смело списывайте. Да, к сожалению, потрачены деньги. Но не пошел он, понимаете? Подобное случилось в черной комедии по пьесе «Шизгала любовь». За месяц не было продано ни одного билета. Поэтому большой репертуар – жизненная необходимость для театра. В этом сезоне Станислав Мальцев поставит нового ревизора Алексей Красный спектакль «Планета Д». Александр Дзюба покажет «Грозу Островского». В июне состоится фестиваль читок «Методрама». Катерина Матвеева, Станислав Лазебный, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.